Участники Сахалинского молодежного форума «Острова» поработали по треку «Карьера» в арт-резиденции «Маяк». Юноши и девушки представили губернатору свои идеи на тему повышения привлекательности региона для молодых специалистов. Подробности у Дмитрия Зелинского. Карьерное направление в этом году ключевое на форуме. Ребята в «Маяке» анализировали рынок труда и условия жизни в Сахалинской области. Они собирались предложить главе региона, как привлечь на острова вчерашних выпускников. Например, изучив существующие в области меры поддержки молодежи. Третья группа – это группа тех, кто готов вместе с Валерием Игоревичем разрабатывать и внедрять новые технологии кадровой повестки в нашей стране. В этом году в рамках форума «Острова» мы презентовали Центр развития карьеры молодежи. И мы предлагаем ребятам презентовать свои инициативы, часть из которых может стать базовыми технологиями этого центра. Форумчане подошли к подготовке предложений ответственно. Каждую идею обтачивали, используя мозговой штурм. Ценность этих задумок в том, что у авторов проектов свежий, незамыленный взгляд. С Дальнего Востока они будут на постоянной основе в этом клубе, а вот из РФ, типа из Центральной России, будут приезжать, ну такими как, знаете, стажировками и обучать чему-то этих, чем мест. На площадке ребятам помогали советами региональные министры. Неудивительно, например, здравоохранение на островах очень заинтересовано в притоке свежих профессиональных кадров. Неформальный лидер одной из групп прилетела из Псковской области. Она на форуме второй раз и уже говорит уверенно, что хочет жить на Сахалине. Такого созгляда будущего управленца, наверное, могу сказать о том, чтобы, общавшись с жителями Сахалинской области, выяснилось, что хочется сделать какой-то такой единый портал подготовки госслужащих именно у вас в области, чтобы люди на местах работали по какой-то единой концепции, которая приводила бы регион в подъем. Валерий Лимаренко выслушал все идеи. Их принимали, обсуждали, дорабатывали на ходу. Например, одна из групп предложила упростить подачу информации на портале Министерства образования. Цель – заинтересовать и привлечь школьников. Мы действительно делали для родителей образование, развитие, успех в нашей платформе. А ребята предлагают сделать аналог для детей старшеклассников. Принимаем идею, и мы начинаем от профориентации реализовывать. Посмотри, у меня более радикальное предложение. Значит, надо сделать только для детей. Потому что если сделать и для детей, то родители точно поймут. Все одобренные инициативы зафиксированы, их детали обсудят с авторами и передадут для реализации в профильной структуре регионального правительства. А форум «Острова» продолжает работу. Дмитрий Зелинский, Алексей Вершинский, Илья Назаров, Солнце-ТВ.